Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Наш коллега, журналист Руэсэй Радио Кирилл Задов. Город Нью-Йорк. Кирилл, привет. Привет, Кирилл. У вас день, у нас вечер. У нас утро, я бы еще сказал. У вас даже еще утро. Ну, кто рано встает, тому Бог подает, как известно. Кстати, подписывайтесь на канал Кирилла Задова. Там чертовски интересно. Там самые интересные, самые свежие новости. Итак, Кирилл, мы с тобой две недели не беседовали, всякие обстоятельства. Итак, Кэнэс в Саудовской Аравии. То есть, вот это самое совещание, конференция, как угодно ее назови, на который Россию не пригласили. Было множество участников. В том числе, был любимый ваш Китай. Почему любимый ваш? Я напоминаю нашим зрителям, что у Соединенных Штатов давнее, так сказать, соперничество с Китаем. Последнее время они продолжают бодаться, хотя есть попытки все-таки установить взаимовыгодный, так сказать, компромисс какой-то. Итак, что говорят в Соединенных Штатах о результатах этой конференции? Что ожидали и что достигли? Ну, во-первых, никаких ожиданий не было, как выясняется, так как не было финального коммунике. Это знак того, что результатов никаких нет. И их не ожидали. Это первое. Второе, как вчера Волк Киржонова представлял всю эту картину, того, что там происходило. На самом деле, идея была в том, чтобы все выложили свои мысли на стол. И все выложили. Да, и все выложили. А Китай настаивал на том плане, который он представил в феврале этого года. 12 пунктов. Начинается все с прекращения огня, в принципе, что разумно. А потом разговаривать. И если украинская сторона раньше, что там есть интересные движения. Если раньше украинская сторона настаивала на своем плане Зеленского из 10 пунктов, по-моему, если не ошибаюсь, в котором все в пакете и ничего по отдельности не обсуждается, а все вместе должно обсуждаться. И любое начало переговоров сопряжено сначала с выводом всех российских войск в территории, взятых под российский контроль оккупированных Россией с 24 февраля 2022 года. И это первое, это главное условие начала любого переговорного процесса. То выглядело так, что на этом саммите, что Украина стала готовой, вроде бы, обсуждать отдельные пункты этого плана не в пакетной связке. И это прогресс. Я думаю, связанный этот прогресс с отрицательным успехом контрнаступлений. Потому как американская пресса уже давно готовит американского и, в принципе, западного читателя к тому, что все это надолго. А последнюю неделю в Wall Street Journal очень много чего-то, не каждый не писал про то, как ничего не двигается, что санкции не работают против России. Объясняют, почему они не работают. И также объясняют, почему не двигается контрнаступление. И только вчера появился один несчастный материал про то, как, на самом деле, кассетные бомбы помогают украинской армии быстрее зачищать поляну для последующего наступления. Но все равно при этом там написано, что решающим фактором кассетные бомбы стать не могут. И нужно еще все-таки, кроме того, что бомбить ими скопление пехоты и техники этими кассетными бомбами успешнее, чем обычными снарядами, нужно еще при этом все равно захватывать территории, освобождать территории, которые покрыты минными полями и траншеями все равно, и надо вступать в бой все равно. И, короче, все равно придется воевать. То есть просто бросать кассетные бомбы и не воевать не приходится, а с воевать, как мы видим, пока все очень медленно. Если за два месяца отбитка 168 квадратных километров, то, как бы, контрнаступление два месяца, как я понимаю. И последняя цифра, которую я видел день-день назад, была 168 квадратных километров. Удалось освободить за это время. И это, ну, сколько? Это, ну, 20 на, я не знаю, на 70, да, чуть больше, на 80, да. 20 на 84, если быть точным, да. Это маловато, это маловато, да, поэтому, учитывая, что Россия взяла под контроль 20 фарфинанских территорий с 24-го числа 22-го года, то это, как бы, ну, а Украина большая страна. Поэтому явно совершенно получается, что нет. Теперь Украина выступала категорически против начала с прекращения огня, потому что любое... Европа, не Украина, виноват. Европа все время говорила, особенно в предыдущих подобных саммитах, где Россия не участвовала, как и в этом. Предыдущий такой саммит в Европе, по-моему, в Осло проходил где-то там, или в Амстердаме, не помню, где-то в Северной Европе. И на этом саммите Европа возражала против китайского плана в феврале, который был представлен очень сильно, потому что прекращение огня, с которого Китай, приглашая, предлагает начать, говорит Европа, в смысле НАТО Европы, европейские страны, члены НАТО, оно приведет к завораживанию конфликта, по примеру, в Северной и Южной Корее, что не очень хочет Европа. Но сейчас вроде бы, когда китайцы свой план представили, еще раз, реинтродюс, да, еще раз его представили, то таких возражений вроде бы уже там на саммите, по моей информации, не звучало. Потому как, ну а какая тогнатива, какие варианты, ну и так они не отбивают, и переговоров нет, и надо же двигаться куда-то, надо же что-то делать, война должна завершаться каким-то образом, правильно? И пока нет прекращения огня, все равно переговорить невозможно, правильно? Как нельзя же, пока идут активные боевые действия, переговариваться, сначала надо прекратить боевые действия. То есть это логика любого мирного процесса, который есть, когда есть открытый военный конфликт. И тогда возникает следующий вопрос по логике всего этого. Ну как же так, ребят, у вас, зачем вам высказывать разные планы, когда как бы главный участник этих событий инициатор, этих событий на деле инициатор, да, сторона, допустим, предпринявшая вторжение, акт вторжения, значит, она не участвует. Почему тогда эти разговоры? Они немножко смешные все эти разговоры? Ну ты сам сказал, что это была цель, цель была выложить карты на стол, и обменять сомнениями. Ну когда вы делаете такой саммит, то просто, ну понятно, что как бы цель была, изначально, конечно, была цель максимум. Цель максимум была каким-то образом, там было две цели, да, одна была совсем максимум, выработать единый подход. Перед началом общения с Россией по этому поводу выработать единый подход. Но так как участвуют много стран юга, многие из которых влиятельны, мы говорим Китай, Индия, Бразилия, например, да, и в этих 42 странах они там были, то понятно, что никакого единого подхода нет. Тогда была цель поменьше у этого саммита. Цель поменьше была сделать так, чтобы эти страны, вышеуказанные Индия, Китай, Бразилия, перестали быть нейтральными, а стали как бы поддерживать, ну, более прозападные нервы в этих разных нервах войны, которые идут. Соответственно, эта цель тоже не была достигнута, потому что ни Китай, ни Индия, ни Бразилия не поменяли свои точки зрения. Более того, мы знаем, что сразу после саммита, в понедельник, позвонил Лаврову, и они долго и обстоятельно говорили о том, что позиция Китая никак не изменилась по отношению к конфликтам. Вот, и что Китай, Россия продолжают... Кстати, Кирилл, кстати, вот по поводу этого разговора я хотел тебя отдельно спросить. Есть два разных комминяки, комминяки китайского МИДа и комминяки российского МИДа, они довольно сильно разнятся. Из этого многие делают вывод, что разговор был не очень, так сказать, приятный, довольно тяжелый, и каждый остался при своем. Ну, потому что китайцы постоянно... Главное, что беспокоит Китай, это применение тактического оружия. И по понятной причине, что так как ядерное оружие было в мире применено всего два раза, оба раза одной и той же страной в течение там нескольких дней, и с этого момента этот ящик Пандоры больше никогда никем не открыт. И если сегодня вдруг, не дай бог, так случится, что Россия такую штуку сделает, то это откроет совсем другую страницу в мировой истории, и сделает мир намного более небезопасным, скажем так, местным. Так считает Китай. И что бы там ни говорили, Китай мало беспокоит экономические последствия конфликта, честно говоря. То есть они беспокоят, но это второстепенно. Первостепенно физическая безопасность. И применение эрдиного оружия, оно для Китая, причем для аналитиков разного уровня в Китае, для академии китайской, для китайских политиков, это является главным опасением, о чем они американским, кстати, визиторам в последнее время говорили постоянно. Поэтому еще раз в этом разговоре прозвучали моменты, что Китай очень бы не хотел, чтобы были неконвенциональные методы вооружения применены. И это российская сторона, скорее всего, никак не отразила в своем коммунике. Но российская сторона сконцентрировалась на том, что по большинству вопросов внешнеполитические позиции России и Китая совпадают. Что мы видели много раз на примере сирийских резолюций, например, с Азбезиоу. И политика, внешнеполитические действия России и Китая приходят периодически в консультативном режиме в соответствии друг другу. Они не противоречат их позиции. И это была главная цель коммунике российскому показать после этого разговора. Я сомневаюсь, что китайская сторона пыталась каким-то образом давить, потому как, еще раз, китайская сторона прекрасно понимает, понимает национальный интерес Российской Федерации. Есть понятие национального интереса, и китайцы понимают этот интерес. У меня в этом сомнений нет никаких. Поэтому и Си Цзиньпинь приезжал в марте. И, кстати, те же самые разговоры у него были и с Путином тоже. Это не новость. Они все продолжаются. Понятно, что Китай озабочен. Чем озабочен, мы уже выяснили. Очень сильно озабочен. Это главное опасение Китая. Все остальное мы купим за деньги. Немножко некоторое противоречие. Все остальное мы купим за деньги. Ты говоришь, что экономическая составляющая их не интересует. Не так сильно. Я не сказала, что не интересует. Она интересует... Во-первых, Китай выигрывает от войны тем, что он покупает дешевые ресурсы. Давай скажем так. И Россия некоторым образом зависит от определенных технологий, того, что Китай туда продает. И все то, что мы знаем, и то, что мы не знаем. Правильно? Поэтому Китай, плюс его позиция по отношению к России, становится более, скажем так, равной. Для России не попадает в такую прямую зависимость от Китая. Но их сотрудничество становится для России более стратегически важным. Давай скажем так. Это важный момент. И тут как раз Китай от военного конфликта этого выигрывает. Это первый момент. Да, Китай проигрывает от общей атмосферы, того, что происходит, от ухудшения общей ситуации безопасности в Европе, и от того, что Америка использует, то, что Китай поддерживает в этом конфликте Россию, не напрямую, но косвенно и поддерживает, да, а использует для объяснения европейским партнерам, почему нужно против Китая выстраивать седенный фронт, и как нужно ограничивать экспорт в Китае разных технологий и определенных новых продвинутых чипов и так далее, и так далее. В этом плане для Китая война это вредна. В остальных планах экономических, да, она не так уж сильно Китаю мешает. Но что очень беспокоит это ядерное оружие, без сомнения, и потенциальная возможность эскалации и превращения этой войны в мировой конфликт. В любую секунду это может произойти, и это не может Китая не беспокоить. Китай реализм. Китай ведет... Китай на всех уровнях является апологетом дефенсив реализма, как это Уолтса. Это самый популярный учебник по реализму, который в ТЭС университетах изучается. Не так плохо, как Мишаймер, скажем так. Но достаточно для того, чтобы понимать, что китайцы, да, реалисты, озабочены самой главной угрозой, которая есть. Мировая война – это большая угроза. И такой конфликт в Европе, он очень имеет большой эскалационный потенциал, поэтому, ну что, в любую секунду все может поменяться. Мы это понимаем. Мы видели, как ракета залетала в Польшу, и потом пришлось Белому дому звонить в Польшу и говорить, что это не российская ракета залетала, а украинская. Посмотрите внимательнее. Да-да-да. Это как бы знак того, что администрация четко понимает, где может начаться точка невозврата. И это как бы такой момент. Никто не хочет. Все хотят жить. Это понятно. Да, это конечно. Я хотел еще поговорить об одном бенефициаре, который мы не раз уже обсуждали в наших с тобой беседах. Это Султан Эрдоган, президент Турции. Его детище, зерновая сделка сейчас временно не работает. Он прикладывает достаточно серьезные усилия для того, чтобы эту сделку возобновить. И вот последнее его высказывание несколько удивило. Он заявил, что теперь типа все сделано, мяч на стороне Запада. Что он имел в виду, на твой взгляд? Ну, надо выводить российский сельхозэкспорт из-под санкции. По полной. Надо какой-то банк, скажем, давайте назовем его Ростельхозбанк, включить в свифт назад. И тогда хоть что-то можно будет из этого российской стороне получить. Потому что пока для России это win-win. Ее зерно дорожает. Россия собрала опять рекордный урожай зерна. При этом уничтожает украинскую экспортную инфраструктуру зерновую. И, соответственно, убирает серьезного конкурента. Украинский экспорт 9% мирового экспорта зерна. То, что я прочитал недавно. Это очень большая цифра. Поэтому без украинского зерна будет дорожать зерно на рынках. Уже ожидают эксперты, что на 15% по итогу, если это будет продолжаться вот такая картина, поднимется в цене зерно, это огромное инфляционное ожидание. То есть Западу есть теперь много чего терять. Потому что если уходит поставщик с рынка, рынок-то единый, уходит поставщик с рынка такой, как Украина, всем станет дороже покупать зерно. Понятно? Спрос на зерно никак не падает. Только растет. Население-то растет. В Америке 30-40 миллионов человек. Грубо. В Китае миллион, миллиард 200 миллионов. В Индии еще больше. Как бы, ну, все хотят есть. И хотят кушать, да, совершенно. Да. Ну, сейчас еще обостряются проблемы доставки российского зерна тоже. Ну, допустим, может быть, да. Но в Китае, я так понимаю, что Россия может поставлять зерно Инди по морю. Я так понимаю. Вот. В Индию, наверное, тоже. Все неоднозначно. Но я хочу сказать, что главный-то вопрос вообще разобновит ли Кутина эту зерновую сделку, кто бы ему Эрдоган не предложил. Это вопрос большой. Для Эрдогана тоже. Ну, для Эрдогана, мне кажется, все-таки с экономической точки зрения, политически, возможно, с экономической точки зрения у Эрдогана есть более важные проекты с Россией, которые работают. Да, он становится большим, он сейчас большой хаб по экспорту природного газа, например. И как бы еще и это провалилось, провалить еще и это вряд ли он себе может позволить, учитывая его экономическую ситуацию. И у них, правда, много завязано. Вопрос, что он может такого, чем он может так Путина заинтересовать сегодня, чтобы зерновая сделка возобновилась. Я пока ответ на этот вопрос не знаю. Не вижу. Вот так, скажем, на поверху, вот так с кондачка, вот так легко сказать, вот это надо предложить, не могу. Ну, я думаю, что в ближайшее время мы это увидим, потому что все-таки какое-то решение должны найти, хуже или лучше, но решение будет найдено. Кирилл, спасибо большое. Кирилл Задов, Руис и Радио. Подписывайтесь на канал Кирилла Задова. А наша программа подошла к концу. Всего доброго, до свидания. Счастливо.